Добрый день наши подписчики и гости нашего канала. Подошло такое время как раз для того, чтобы обсудить сам поликарбонат и обсудить его свойства и качества. Для этого мы решили снять маленькую рубрику и показать вам разные заводы по производству поликарбоната, чтобы увидеть его прочность, какой-то материал и на какие вещи стоит обращать внимание при выборе поликарбоната. А к вам такая особая просьба, после просмотра написать комментарий, интересно ли такая тема, стоит ли снимать на эту тему видео или нет. Ну а пока, приятного просмотра. Прозрачный как стекло, легкий как перо. Поликарбонат можно поцарапать даже ногтем. Но он способен выдержать выстрел из пистолета Макарова. В принципе, самый ударопрочный пластик из всех имеющихся на сегодняшний день. Он используется в очень широком спектре. А от этого свойства его ударопрочность используется в основном во всех антивандальных конструкциях, где требуется прозрачность и прочность. Поликарбонат, как и полиэтилен, материал из разряда термопластов. Чтобы задать ему нужную форму, его необходимо расплавить. На качество этого пластика может повлиять любая мелочь. Поэтому на производстве должна поддерживаться чистота. Все, что происходит с сырьем, пока оно не сформируется в тонкий лист пластика, происходит в закрытых аппаратах, внутри экструдера. Экструзио – по-латински «выталкивать». Прежде чем выполнить свою главную работу, экструдер одновременно нагревает и придает нужную форму пластмассе. Вот как это выглядит изнутри. Находящееся в бункере сырье сушится и с помощью поршня-шнека подается к нагревателям. Здесь пластик плавится и становится тягучим, как сгущенка. Поршень двигает мягкую массу к фильтру и продавливает через профиль. Своеобразную пресс-форму. Сформованный между двух пластин поликарбонат попадает на конвейерную ленту. Разогретый до 250 градусов пластик остывает и кристаллизуется всего за несколько секунд. И тут же на его поверхность льется еще один слой – защитный. У крепкого поликарбоната есть одно слабое место. То, что он не стойкий к ультрафиолетовым излучениям. То есть при воздействии ультрафиолета поликарбонат начинает деградировать. Это проявляется в виде того, что он желтеет, теряет свои физико-механические свойства, становится хрупким и конструкция из него разрушается. Толщина защитного покрытия всего несколько микрон. Оно буквально сплавляется в основной слой пластика. Несмотря на то, что всем процессом управляет автоматика, контролировать качество ее работы приходится человеку. Измеряется ширина листа, толщина его стен, распределение веса на поверхности. Параметров много, но главная контрольная проверка ожидает поликарбонат в лаборатории. С производственных линий оператор приносит в лабораторию образцы. На данном приборе, который называется световой ящик, проверяются оттенки выпускаемых изделий. Образец производства помещают в аппарат рядом с эталоном. Их оттенки должны совпадать полностью. Как и эталон, только что изготовленный серый пластик должен оставаться серым при любом освещении. Но еще важнее проверить наличие слоя, защищающего поликарбонат от губительных ультрафиолетовых лучей. Увидеть и оценить его можно только при помощи электронного микроскопа. Некоторые ученые утверждают, что век пластиков подходит к концу. Скоро им на смену придут новые материалы. Более прочные, легкие, надежные и безопасные. Но вряд ли они смогут заменить многочисленные пластики и все, что из них создано. Ведь век пластмассы только начался. Продолжение следует...